всем привет вот нашел себе на помойке сценический окуриватель как то так он выглядит тут может на дискотеках кто видел похожую фигню сам конечно никогда бы не купил потому что стоит они довольно таки дофига вместо пульта управления который подключался я типичный тумблер воткнул у меня нет дистанционного управления сзади конечно ничего нету я догоню говорит то что она работает крышку я потерял ну короче теперь к самому данному конечно просто так никто не выбрасывает вещи и конечно я конечно у него загорел тен вот это конечно не за сколько стоит и где его покупать все такое ну короче единственное что пришло мою до чего додумался мой гениальный мозг это взять тен от микролновки и намотать его и намотать его сюда вот он когда так умыгрыз можешь знаете микролновка обычно стоит наверху как для гриля вот каши его распрямил и намотал на испаритель вот отсюда ты он стоял стоял снизу вот здесь не только трубочка сейчас ночной виде выключу где трубочка проходит вот первая вторая да конечно микролновки я разрезала и сначала воткнул сюда одну часть соединена проволочкой чтобы он изнутри еще угорелся не только снаружи конечно заводил не надо было так понял то что лишний раз ты на чтоб не вырубать но не брать вот такая фигня не было не было это но открыто не был не заканчу сколько прослужит но нагревать довольно-таки нормально но это фигня второе с чем мне пришлось столкнуться это конечно поломка осторожная поломка самого испарителя вот из этой блин гайки сейчас вот из этой прямо-то отсюда выходил по оружию укажем таком до того степени устарел что из-под из-под гайки прям он запрессованный сюда на хитражу по системе можно так сказать и когда-то при жидкость поступать сюда она не успевает проходить через испаритель чтобы выйти вот с этого там с этого конца а выходит наоборот сам прибор до его раскрутил показывать испаритель конечно неразборный но я все-таки разобрал его как ни странно и самое естественном я уладил пришел и уладил с этим ну короче сейчас его отключу прямо начало видение трубим так все датчики отрубаются ну конечно весь засорный поначалу конечно думал решить проблему даву кернером набитью здесь выемки такие по по кругу здесь попробуем ямочки маленькие это наделал кернером или проще застренным стержнем чтобы допустим алюминий расширился не прошло вот эту гайку проект конечно я долго очень пытался вытащить чтобы допустим туда чем на резьбе начал конец подумал то что она вкручен то конечно не вкручена сделано все довольно таки чтобы сломалась выбросили или запчем забился он как же как его как его разбирал мало конечно на твердые точнее на камень и вот прям под гайку на слегка низкость забивал тверку да когда я турку забивал ставил вот так и уже хренажа по самой тверке но на конечно вылетела но по миллиметру эта штука начал выходить да все таки я добился того что она вышла думаю конечно я щука заодно прочистить ее но тут оказался полный песец здесь стопорное кольцо стояла которые сломал при убивании но как чуть а вот там а там нифига не дыра там дыра наискось то есть она не прямиком подойдет она идет под определенным углом куда-то вниз короче и есть допустим кто-то подумал сейчас возьму так сверло то просверливается и железка прочищу нет туда к сожалению очень все плохо идет что струна что спица довольно плохо то все заходит ну естественно сделан с упорным выбросили конечно еще можно попробовать промыть стоном там бензином или чем-то но если он вылетает отсюда как речь может быть о промывке уже если газа проходит уже непосредственно через эту втулку запрессованную да вот там при . было специально выточена а вот на эту штуке суперренное кольцо которое сжималось ну при заболевании туда а потом вот и выемки расширялась и таким образом держал довольно таки хорошо это ну короче ничего простого эту гайку и конечно тоже как же не могу пройти и тоже естественно это конечно более менее чистая это ладно но вот это пришлось тоже вынимать да неудобно держать в одной руке и одновременно что-то делать как-то вот так и попробую вот вот я вытащил тоже кажется с этой все нормально тоже стопорное кольцо было вот даже остатки не остались выгорело все и асбест или параметий фигу знает и вот тоже то же самое смотришь сюда конце края не видно даже терочку найду маленькую какую-нибудь что-то похоже нашел на твердочку ну даже канал идет туда куда-то то есть его про поменьше будет вот поменьше будет отвертка вот куда идет канал то есть для того чтобы прочистить его испаритель его здесь такой как сказать не маленький можно конечно да промывать даже вообще не могу нащупать куда он может идти здесь особенно вот нащупал вот он идет куда-то в бок боку на дырка идет вот как отвертка стоит там маленькая дырочка просто с отвертку ну и здесь к а здесь почему-то вниз вроде бы да здесь вниз уж как там внутри конечно сделано вот этот вопрос нигде ничего не откручивается болтать откручиваешь там ничего за ними поверьте на слову вот здесь стоял тен родной снялся он очень легко короче что-то надо делать я так понял буду нарезать резьбу наверное внутри попробую когда-нибудь сделать или сверлить сюда либо резьбу нарезать с обеих сторон и закрутить конечно уже другие гайки вот эти потому что ведь и такого смысла уже нет они какие-то уже потрепанные хочется конечно нарезать резьбу закрутить что-нибудь чтобы можно было у меня очистить все такое и короче когда посмотришь в магазинах во всяких где продают на базу что такое вот это подобное говно стоит ну тысяч пять наверное иногда даже дороже вот просто охреневая сколько может какой-то нахрен сраная курица листок стоит не говоря про жидкость которая для нее стоит охренеть что-то полторы тысячи я так охренел тоже ну конечно жидкость я сделал самодельную глицерин дистиллированная вода спирт спирт использовал это витасепт алкаш плюс короче что такое ну в принципе с порциями я не задачился естественно водички побольше глицерина поменьше ну один пузырек спирт зафигачил вот на эту банку честно сказать дымит нормально не знаю как там с компонентами может что-то перепут перепут переборщить мне кажется глицерин не переборщишь ну просто смесь будет более такая вязкая ну и дым конечно больше будет если глицерин побольше со спиртом конечно если спирт побольше добавить дым будет больше более легкий такой у нас теперь будет способствовать испарению глицерина ну так он его разбавит и будет такой дым более легкий ну вода конечно если его такой он для экономии устройство здесь конечно простое прям даже очень бачок для жидкости странное конечно ну да здесь поджавевший это честно скажу как называется ну как же там ставят шарики в ту сторону пропускает оттуда нет ну чтобы допустим пар не мог пройти назад в бачок и допустим не повредить насос который здесь стоит примерно такой же как не у машины небольшой моторчик с крыльчаткой ну так конечно что еще есть показать прибор на чем это тумблер у меня стоит реле ну сам трансформатор конечно не нафиг я такой здоровый но я так понял эта тема изготавливалась когда это импульсный блок питания не особо популярные были фиксант конечно сколько лет здесь нигде даты не написано что-то нигде не написано да ну нафиг неужели 2001 год ну в принципе на этом все конечно видео про то когда сделаю скорее всего не будет потому как мне эта тема менее интересна больше люблю лазера больше люблю лазером заниматься да ну конечно время хотя хризли может быть будет это все из-за настроения зависит задумай снять как конечно получится но скорее еще не будет просто что хочу сказать те кто ремонтируют можно сделать можно можно но задача придется конкретно в плане тайны конечно я не знаю что здесь задача от микрон взял накрутил хватает и говорится он довольно-таки зашибенный не хуже чем вот это это косное говно тоже он так все отключается нагревается ну и все работает в принципе если бы здесь не если бы здесь не пропускало бы прям вообще шокус был бы ну все всем пока до свидания в следующем году Продолжение следует...